Это очень круто говорить с тем, кто знал самого Вольфганга, потому что я начал лазать очень рано, и он всегда был легендой для меня, и эта трасса тоже. Она была труднейшей в то время, первой 9А, и считалась лучшей в мире. Возможно, это самая известная фотография Вольфганга в действии. Да, я сделал ее в 92-м, но он еще не пролез ее в то время, так что ясно, что это попытка была ради фото. Но ты сам знаешь, когда ты фотографируешь, ты настроен не меньше, чем сам спортсмен. Трасса только для фотографа. Перепроход классики, экшн-директ Вольфгангюлик, 91-й, повторяет Ян Хойер, 2014. Вот это первое движение, и как он его делает. Как оно получается у тебя? Это самое трудное движение на трассе. Чувствовал себя, как сам Вольфганг на этом фото. Повисаешь на этом глубоком кармане для пальцев, и каждый раз удивляешься, насколько далеко следующее относительно удобное зацепа. Выглядит очень-очень хорошо, как ты делаешь движение. Ты держишь ее легко, и делаешь движение на другую зацепу спокойно. Потом ты подворачиваешь ногу, и делаешь еще такое же движение. Это очень спортивный момент. Кто много тренируется в зале, здесь будет хорошо себя чувствовать. Это то направление, в котором развивается болдрин последние несколько лет. Ты имеешь в виду длинные динамические движения? Да, точно. Трассы становятся все более динамичными, и так далее. Именно поэтому такие трассы были трудными для многих во времена Вольфганга, чем сегодня. Субтитры делал DimaTorzok Можно заметить, какая у него мощная спина, и как выделяются предплечья. Это и была необходимая физическая сила. Он много тренировался, чтобы добиться ее. Все потраченное время стоило того, что он мог пробовать свои многочисленные проекты. Сначала он много тренировался, затем брал длительный отдых. Он много мотивировал себя, готовясь к подобным проектам. Для него это было веселье. Когда не было проекта, он задавался вопросом, зачем же он тренируется. Затем много читал, не выходя из комнаты. Это был его следующий этап. Экшн директ. Давай просто сделаем это движение. Хорошо? Беседовали Райнер Эдер и Ян Хойер. Перевел и озвучил Андрей. Подписываемся, если вы хотите видеть больше новых переводов. Ставим понравилось и комментируем. Субтитры сделал DimaTorzok